В бой идут одни новички. Под звуки оркестра и наставления первых лиц Щелковского района начались торжественные проводы в армию. Первые за весенний призыв 16 бойцов отправились выполнять свой долг перед Родиной. С сегодняшнего дня для вас такие слова, как честь, взаимовыручка, долг, они не будут просто словами, которые передаются из уст в уста. С сегодняшнего дня вы будете охранять покой, покой своих близких, покой Щелковского района. Чтобы вы уже были достойными смены для нас. Понятно, да? И как только вы прибываете с армии, еще раз говорю, работа, трудоустраивать будем мы вас. Будем помогать. Вы столько для себя возьмете в армию. Поверьте, вы будете вспоминать этот год с большим удовольствием. Вы будете ваших друзей потом обзванивать и много-много лет встречаться. Призывник Артур Яганцев давно хотел попасть в армию. Закончил колледж полиции. Сам пришел написать заявление. К службе готовился. Занимался в спортивном зале. Много бегал и подтягивался. Все ради цели – сделать военную карьеру. Я бы хотел попасть в спецназ. Мне сказали, что все дороги открыты. Куда возьму, туда возьму. В принципе, мне не принципиально. Родители провожают сына со слезами на глазах. Но выбор одобряют и поддерживают. Дают напутствие. Служить честно и с достоинством. Они не сомневаются, что обязательно будут им гордиться. Есть такое чувство удовлетворения. Ребенок вступает во что-то новое. И для самого себя тоже. По-другому жить не сможет. Вообще он военный. Он и хочет быть военным. И он, наверное, и будет. Хотел попасть в армию и Максим Сафонов. Отучился в летной школе. Теперь хочет специальные войска. Максим рад, что идет в числе первых ребят этого призыва. Буря эмоций. Желание попасть, познакомиться со всеми. Со всеми уже заранее попрощался, чтобы расставание было легче. Где они будут служить, станет известно только в распределительном пункте в городе Железнодорожный, куда и нацелился их маршрут. Начальник отдела военкомата сообщил, что вероятнее всего многие попадут в новую силовую структуру – Национальную гвардию. Сегодня еще неумелым строевым шагом призывники идут к автобусу. Но уже совсем скоро их обучат всему. Весенняя призывная кампания планирует набрать 270 человек со всего Щелковского района. В этот раз даже добровольно отказавшихся от отсрочки уже 15 человек. Хотя призыв еще в самом разгаре. У клонистов тоже хватает, но с каждым годом их количество уменьшается. Ведь справка вместо военного билета лишает многих возможностей. А престиж службы сегодня значительно возрастает. Я думаю, что вот эта практика у клонистов, она сойдет потихонечку на нет. Потому что сейчас идет разъяснительная работа, что такое армия, как в армии происходит, как идет служба и так далее. Что не было, чего не было раньше. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова